Челябинский цинковый завод – единственный производитель этого металла в России. За 9 лет предприятие сократило объемы удельного выброса на 38%. На самом деле все очень просто. Мы в этом городе живем, здесь живут наши семьи, мы хотим дышать чистым воздухом, жить в нормальных условиях. Это понятно. Сегодня председатель комитета ЗАГСобрания по экологии и природопользованию Михаил Махов провел встречу с директором ЧЦЗ и общественниками. Павел Избрихт разъяснил все меры по созданию чистого производства. Все это в итоге позволило предприятию прийти к количеству выбросов, которые не превышают на сегодняшний день треть от установленного норматива. Затрачено на это было порядка 4 миллиардов рублей. Тем не менее мы не собираемся останавливаться на достигнутом. К 2024 году планируется вложить еще столько же. Тогда общее количество выбросов от завода должно снизиться как минимум на 70%. Представители завода организовали нам хорошую возможность для того, чтобы мы могли своими глазами посмотреть, что делается на предприятии для того, чтобы улучшить экологическую ситуацию. Были представлены очень хорошие примеры природоохранных мероприятий, как с точки зрения защиты окружающего воздуха, сокращения влияния на окружающий воздух, а также отличное мероприятие, которое позволит исключить полностью сбросы воды в источнике нашу реку Миас полностью к 2024 году. В планах строительство локальных очистных сооружений и складов концентратов. Впрочем, результат большой работы виден уже сегодня. Допустимый показатель выбросов от 0,007% до 0,024%. У нас в настоящее время показатель, это соответствует, как мы увидели, 0,004-0,006. Поэтому мы с уверенностью можем сказать, что мы работаем на уровне европейских доступных технологий. Ну а где-то в каких-то моментах дожил. И можно уже смело констатировать по сути факт того, что цинковый завод стал, является одним из передовиков улучшений, одним из выдающихся примеров проведения реконструкции, соответственно, снижения объема выбросов, состава выбрасываемых веществ. Для контроля за состоянием воздуха цинковый завод приобрел передвижную лабораторию экологического мониторинга, а также три стационарных поста наблюдения. Все это позволяет оперативно реагировать на превышение уровня загрязнений. Иван Наконечный, Илья Капелин, Урал1.